В современном мире мы привыкли к рекламе. Реклама повсюду, в телевизоре, на улице, интернете, в ютубе и даже в кино. Да, она есть, только она скрыта. Это Кинокорп, канал о кино и все, что с ним связано. И сегодня мы разберем скрытую рекламу в кино, так называемый продукт-плейсмент. Когда мы смотрим фильм, мы не сильно замечаем навязчивость. Современный продукт-плейсмент юмилейный. Он настолько скрыт, что его тяжело даже рассмотреть. Но на подсознание человека отложится, что Дуэйн Джонсон пользовался именно iPhone в фильме и всегда будет ассоциация этого телефона именно с ним. Официальным основателем и главным спонсором всех фильмов считается Apple со своими устройствами. Думаете, просто так появляется iPhone у главного героя? Нет, это реклама. Просто она скрытая, но на подсознании работает. В киностудии счастливы, ведь так гораздо легче отбить деньги, вложенные в создание фильма. Apple заняли очень крутую позицию – уместить свое устройство в Lifestyle, чтобы будущий клиент сразу мог ассоциироваться с главным героем себя. Они, как никто другой, вкладывают огромные деньги в это и всегда должно быть все самое новое, чтобы стимулировать продажи. Даже если фильм вышел в 2020 году, а история, описанная в нем, произошла в 2014, то все равно главный герой будет пользоваться гаджетом от Apple, просто старой модели. Главное – это светить бренд. И когда в своей жизни вы увидите яблоко, как логотип компании, то вы сразу же вспомните ассоциации с голливудскими актерами и персонажами в кино. Рассмотрим и другой вариант – знаменитая франшиза «Миссия невыполнимая», где Том Круз спасает мир в каждой части. Всегда, начиная с пятой, он ездит только на BMW. В этой ассоциации появляется с главным героем, и при покупке вы всегда… И при покупке вы вспомните, что именно Том Круз спас мир на машине именно этой марки. Точная стоимость контракта не распространяется, но эти цифры способны покрыть расходы на актера второго плана и массовку несполна. Возьмем еще один пример – всеми любимый агентом 07 Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга, который ездит исключительно на Астон Мартин, и, как вы поняли, это тоже не совпадение, а продуманный пиар-код, чтобы мир спасал водитель именно Астон Мартин. Их контракт очень давний, и точная сумма не разоглашается, но, как заявил сам Дэниел Крейг, без рекламы в кино они бы не смогли снять дальше в Skyfall. Как мы помним, бюджеты этих фильмов огромны, и порой приходится перекрываться. Когда та или иная торговая марка становится официальным партнером в бондовском бизнесе, она получает право использовать символ 007 для продвижения своей линейки и использоваться в телевизионной и кинорекламе. Такое перекрестное опыление очень ценится торговыми марками, поскольку закрепляет их ассоциацию именно с бондом. Но оно важно и для самого фильма. Бренды редко подтверждают информацию о своих затратах на размещение продуктов, мы уречили порой об астрономических суммах. Так, по слухам, глоток пива Хаймекен, который Бонд сделал в фильме «Координаты Skyfall», обошелся в фильме в целых 45 миллионов долларов. С образом Бонда вяжется? Вяжется, а значит, нужно спокойно продавать место для рекламы там. Так и сделала Мартии. Вернемся еще раз к автопроизводителям, которые слегка готовы дать деньги студиям, чтобы и главный герой ездил на их машину. Рассмотрим коллаборацию «Ауди» и «Марвел», которая открыто озвучивалась. И мало того, что они использовали машину в кино для главного героя, еще с первой части «Железного человека», где… Ездил только на «Ауди», так они еще и записали рекламный ролик отдельно с ним и сделали его своим бренд-абассадором. Если что, бренд-абассадор – это человек, который является лицом бренда какого-то. Например, возьмем Конора Макгрегора, уже два года как бренд-абассадор одной известной букмекерской конторой. И раз мы уже затронули эту тему, то SEO одной известной букмекерской конторой заявил, что их маркейзинговая стратегия двигается к продакт-плейсмену. И уже скоро мы сможем увидеть, как кто-то делает ставку в кино, и было бы интересно хотя бы увидеть это. Возвращаясь к «Ауди», добавим, что одним Робертом Довнем-младшим они не остановились и подписали под такой же контракт Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука. И это было верное решение. Он молодой, не сильно требующий большого гонорара по сравнению с Робертом, но очень перспективный актер, и «Ауди» сделали правильно ставку на паренька. Забавно было наблюдать, когда Крис Эйванс, исполнитель роли Капитана Америки, спустя пятилетнего коллапса планеты и из-за смерти половины населения, земного шара подъезжал на новенькой «Ауди Етрон» концептуальной версии, которой нету еще и в продаже. Ну, это реклама, а тут главное товар показать красиво рядом с героями. Вспоминаю историю Райана Рейвитса и его джина, который также успешно был показан в фильме «Призрачная шестерка». Кстати, не так давно этот бренд джина был продан британскому алкогольному холдингу свеже 600 миллионов долларов. Ну а на завершение вспомним историю одного фильма рекламы через дефис, но которая просто идеально вписала сюжет фильма. Я сейчас про фильм «Изгой» с Томом Хэнксом. Идеальный сюжет, где сотрудник одной известной логистической компании FedEx терпит бедствие и оказывается на небе Томом острове и находит там единственного друга – это мяч от спортивного бренда Уилсон. И так он его и называет. Но это настолько идеально вписалось в образ и сюжет фильма, что это не воспринималось как реклама, а как самоуразумеющееся. В общем, портуклассмент в этом фильме заслуживает действительно первое место в списке самого активного и идеально подходящего.